50-дюймовый ЖК-телевизор SBER QLED 4K отличается визуально-безрамочным дизайном и работает под управлением операционной системы SALUT TV. Дизайн строгий, декоративные элементы отсутствуют. Экран визуально-безрамочный, он выглядит как монолитная поверхность, ограниченная снизу узкой планкой, а сверху и с боков узкой окантовкой. Внешняя поверхность матрицы слегка матовая, специального антибликового покрытия нет. Сзади телевизор выглядит аккуратно. Задняя панель в верхней части изготовлена из тонкого листа стали и имеет стойкое черное матовое покрытие. Сверху и с боков панель заходит на торцы и образует окантовку экрана. Выступающий назад кожух в нижней части с заходом на нижний торец изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью. Интерфейсные разъемы размещены в незамкнутые ниши на кожухе сзади и направлены в бок. На нижнем торце по центру есть накладка из прозрачного тонированного пластика, прикрывающая ИК-приемник пульта ДУ и индикатор состояния. На этой накладке есть единственная кнопка, с помощью которой телевизор можно только включать и выключать. Штатная подставка состоит из двух отлитых из алюминиевого сплава ножек галочкой. Телевизор стоит устойчиво, без видимого наклона. На пластиковом кожухе сверху, сзади и снизу есть вентиляционные решетки. За двумя решетками на нижнем торце расположены по одному среднечастотному громкоговорителю. Небольшой и легкий пульт гибридный, он может работать как по ИК, так и по Bluetooth. Сбер называет Салют ТВ операционной системой на базе Android. В принципе, этот телевизор можно использовать, не активируя никакие платные подписки. Но тогда многие сервисы будут недоступны. Одним из вариантов является оформление подписки Сбер Прайм. Домашняя страница Салют ТВ имеет простой дизайн. Горизонтальные ленты плиток приложений, обложек контента и сервисов занимают большую часть экрана. Сверху находится горизонтальный ряд со значками действий и закладками категорий контента. Отметим, что приложение можно устанавливать из встроенного каталога, а также из файлов APK. Впрочем, концепция платформы Салют ТВ предполагает, что пользователь весь нужный ему контент будет получать непосредственно с домашней страницы телевизора, по необходимости используя виртуального ассистента в качестве советчика, а потому особой надобности в использовании сторонних приложений нет. Пожалуй, самое интересное в операционной системе Салют ТВ – это голосовой ассистент Салют. Голосовой ассистент доступен в виде трех персонажей с разными голосами и характерами. Управление непосредственно самим телевизором с помощью ассистента простое, так как доступно всего несколько команд. Чтобы узнать возможности ассистента, ему можно задать соответствующий вопрос. Ассистент с легкостью отвечает на некоторые вопросы и ищет контент. Иногда в ответ на запрос ассистент предлагает товар, найденный в маркетплейсе. Большинство из опробованных современных актуальных форматов видеофайлов высокого разрешения без проблем воспроизводились в режиме аппаратного декодирования, вплоть до вариантов с разрешением 4К с HDR при 60 кадрах в секунду. Громкость встроенной акустической системы для жилой комнаты достаточная. Стереофонический эффект выражен хорошо, присутствуют высокие и средние частоты, низких немного. Явно есть паразитные резонансы корпуса, но даже на максимальной громкости нет значительных искажений сигналов с высоким уровнем. В целом для класса, встроенной в телевизор акустики, ее качество приемлемое. Данная модель оснащена тюнером, принимающим аналоговый и цифровой сигнал эфирного и кабельного вещания. Качество приема цифровых каналов на дециметровую антенну было на высоком уровне. Присутствует список избранных программ. Есть базовая поддержка электронной программы передач. В пределах суток можно посмотреть, что именно идет или будет идти на текущем и других каналах. В данном телевизоре установлена матрица типа VA. Для обеспечения широкого динамического диапазона по яркости часть субпикселей выключается, или их яркость сильно снижается при снижении яркости выводимого оттенка. В итоге, если сидеть достаточно близко к экрану, то многие оттенки выглядят рыхлыми, с видимой сетчатой структурой. Шим отсутствует, яркость довольно высокая. На максимальной яркости изображение не будет казаться блеклым даже в ярко освещенном помещении. Но для условия полной темноты минимальная яркость может оказаться великоватой, контрастность высокая даже для этого типа матриц. Матрица довольно быстрая, ее скорости достаточно для не очень динамичных игр. Задержка вывода относительно небольшая, она не ощущается при использовании телевизора в качестве монитора, хотя для игр в шутеры она все же великовата. Исходный цветовой охват шире sRGB и приближается к DCI-P3. Сам телевизор не выполняет коррекцию охвата, вывод всегда идет в исходном цветовом охвате. И если для контента HDR в большинстве случаев это не приводит к сильному искажению цветов, то в случае изображений, ориентированных на просмотр на устройствах с охватом sRGB, а таких изображений подавляющее большинство, цветовая насыщенность будет завышенной. Частично это можно исправить, снижая значение настройки цвет, в результате чего цвета становятся менее насыщенными. Цветовая температура в профиле с максимальной яркостью высоковата, но после ручной коррекции цветовая температура уже близка к стандартным 6500 К, а ΔE становится ниже 3 единиц, что даже для профессионального устройства считается хорошим показателем. При этом оба параметра умеренно изменяются от оттенка к оттенку на значимой части шкалы серого, что положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Впрочем, с практической точки зрения заниматься коррекцией особого смысла нет, так как максимальная яркость и, разумеется, контрастность после коррекции понижаются. Вполне можно оставить вариант по умолчанию. По скорости снижения яркости углы обзора не очень широкие, зато при отклонении в диагональном направлении яркость черного поля возрастает несущественно. При взгляде под углом хотя бы основные цвета меняются не сильно, но полутона существенно изменяются. Что ожидаемо для матрицы типа VA и является ее основным недостатком. Главная особенность телевизора Sber QLED 4K заключается в том, что он работает на платформе Салют ТВ с интегрированным голосовым помощником. Платформа ориентирована на то, чтобы максимально упростить работу с сервисами Сбера и его партнеров, предоставляемыми в большинстве случаев на платной основе. Впрочем, Салют ТВ позволяет устанавливать обычное приложение Android TV из файлов APK, поэтому пользователь при желании может укомплектовать телевизор практически любым сторонним программным обеспечением, в наибольшей степени отвечающим его потребностям и личным предпочтениям. В целом, сам телевизор является типичным недорогим современным представителем своего класса, аппаратная начинка которого весьма скромная по возможностям и функциональности. Данный телевизор можно рекомендовать для просмотра телепередач и фильмов, а также для нединамичных игр. Но использование в качестве компьютерного монитора для работы с текстами, изображениями и т.д. в силу ряда причин не рекомендуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова